Это программа «День с толком». Подведем итоги уходящей недели. В студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск социальной повестки. Около 2700 подписей собрали жители Волчихинского района края за отставку главврача местной ЦРБ. Документы уже передали в Краевой Минздрав, прокуратуру и губернатору региона Виктору Томенко. Напомним, после кончины 7-летнего мальчика в ЦРБ Волчихинского района, его жители начали активно выражать свое негодование проблемами в местном здравоохранении. В частности, люди несколько раз собирались в Доме культуры для того, чтобы высказать властям и обратить их внимание на то, что пора решать злободневные вопросы. Все это вылилось в организацию митинга за отставку главврача ЦРБ Татьяны Харловой. Изначально его хотели провести 12 февраля. Однако, по неизвестным причинам, в это воскресенье мероприятие не состоится. Зато пройдет очередной сход граждан в 12 часов дня, по традиции, в районном Доме культуры. На встречу планируют присутствовать глава и прокурор района. Добавим, инициативная группа подала новое заявление на проведение митинга уже 19 февраля. Документ власти зарегистрировали, в ближайшее время должны дать ответ. Мы продолжим следить за развитием ситуации. В это воскресенье, 12 февраля, в Барнауле и Камни-на-Аби пройдут митинги против роста тарифов ЖКХ. В краевой столице власти города согласовали для его проведения площадь на улице Титова. Много ли желающих придут выразить свое отношение к больному для жителей региона и города вопросу, пока непонятно. Но организаторы рассчитывают, что будет не меньше тысячи человек. Поддержать барнаульцев, к примеру, обещали и жители Заринска. Они специально собираются приехать на митинг. На протестное мероприятие в Рубцовске, которое прошло в минувшее воскресенье, пришло 300 человек. Между тем, в Бийске власти трижды не согласовали место проведения митинга. Но он по-прежнему планируется. Правда, на этот раз его инициаторы – женский союз. И митинговать он хочет в том числе против переноса женской консультации. Но тему роста тарифов обещают не обойти стороной. Провести мероприятие хотят у Камня в честь основания Бийска 19 февраля. А вот барнаульские пенсионеры считают, что и капитальный ремонт многоэтажек подорожал необоснованно сильно. Наша съемочная группа встретилась с пенсионеркой, которая получила коммунальную квитанцию из января, и была неприятно удивлена суммой за услугу. С подробностями Валентина Аскерова. 393 – это капитальный ремонт, а здесь капитальный ремонт – 262,84 копейки. На 130 рублей больше в январской квитанции за капремонт. По сравнению с декабрьской платежкой возмущается пенсионерка Галина Кузнецова. Теперь 390 рублей ежемесячно. Вроде бы сумма не такая уж и большая, но в общей массе коммунальных платежей режет глаз и бьет по кошельку. А общая сумма за ноябрь уже стала 3351. Вот у меня, например, за декабрь вышло 4973, а вот она вот январская – 5035. Напомним, плата за капремонт многоэтажек выросла с января этого года, а месяцем ранее в Барнауле почти на 15%. В целом выросли тарифы ЖКХ. С таким коммунальным прессом барнаульцы, если и справляются, то затягивая пояса. Тарифы, конечно, растут не по дням, а по часам. Несмотря на то, что мы в возрасте, мы же тоже хотим куда-то и в театр сходить, и даже обновку какую-то купить. И не так уж мы слишком старые, чтобы не обращаться ни с кем. Даже в гости пойти, какое-то там пирожное или что-то уже смотришь, а что-то там… Ведь не хочется просто так вот сесть и сидеть в этой квартире. Тема грядущего роста цен на капремонт активно обсуждалась еще прошлой осенью. Тогда в Минструе заявляли, что повышение – мера вынужденная. Мол, собираемых средств сейчас не хватает на капитальный ремонт многоквартирных домов. Правда, простым жителям это объяснение понять сложно. По их словам, немало домов сейчас не нуждаются в капремонте. Мы направили запрос в фонд капитального ремонта с просьбой объяснить, на какие дома и на какие конкретно виды работ пойдут в первую очередь средства. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. На этой неделе большая трагедия произошла в столице соседнего региона Новосибирске. В пятиэтажке взорвался газ. Поисково-спасательная операция длилась меньше суток, но ЧП унесло жизни 14 человек, в том числе двухлетнего ребенка. Еще 11 пострадало. Это происшествие потрясло жителей всей Сибири, а журналистов к тому же заставило задуматься, почему в последнее время регулярно взрывается газ, гибнут люди и что с этим делать. Эти вопросы мой коллега Дмитрий Дроздов задал экспертом. Утро 9 февраля. Момент взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обрушение подъезда весь день разбирали завалы. На место прибыла бригада территориального центра медицины «Катастроф». 473 спасателей, более 150 единиц различной техники. На данный момент о числе пострадавших известно следующее. 14 человек погибло, среди них двухлетний ребенок и 11 человек пострадало. Толчок, как землетрясение. Все попадало, свет выключился, все тишина, покой, хорошо. Мы быстро собрались, выбежали. Я думала, реальное землетрясение. Я открыла балкон и увидела, что нет полностью подъезда. В Новосибирске вместе с оперативной группой центрального аппарата работал глава МЧС России Александр Куренков. Он был впечатлен тем, как проводилась поисково-спасательная операция. Завалы, разобранные за сутки, все требования по безопасности соблюдены. Бытовой газ взрывается регулярно. Так, за этот год ЧП в Новосибирске стало пятым по счету. 8 января хлопок раздался в Дагестане, через два дня в подмосковной Коломне. 13 января дома во Владикавказе. И два дня назад взрыв в Тульской области. И это только общеизвестные факты. Алтайский край, к примеру, тоже можно добавить к перечисленным регионам. Правда, у нас о взрыве известно единицам. А между чем, на прошлой неделе баллон с газом взорвался в двухквартирном доме в селе Волчий Ракит Бурлинского района. По счастливому совпадению, в момент ЧП дома никого не было. Но две семьи зимой остались без крова. Уже за 2023 год в результате завалов жилых домов из-за взрывов газа, включая случай в Новосибирске, погибло 20 человек. Еще порядка 20 получили разной сложности травмы. По официальной версии, причина большинства происшествий – халатность людей при обращении с газом. Сотрудники МЧС по Алтайскому краю решили напомнить о правилах обращения с бытовым газом. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами и не допускайте работы планных приборов без притока воздуха. Сопрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений, допускать к пользованию газовыми приборами детей, самостоятельно производить их ремонт. Опасно оставлять включенный газ без присмотра. Но ряд экспертов в области градостроительства считает, что пора обратить внимание и на вопросы проектирования и возведения жилых зданий. При грамотном подходе и повышении безопасности домов число жертв можно было бы свести к минимуму. Основные факторы, влияющие на безопасность эксплуатации зданий, не должны зависеть от эксплуатации. Потому что на плохую эксплуатацию можно бесконечно сваливать, а люди будут умирать. Да, естественно, если есть газовое оборудование, значит должны быть контроли за газованным. Появился запах газа, автоматически отключили весь дом от газа и все. Разобрались, включили. Насколько бы жизни это спасло? Наверное, много. Однако наличие в жилых домах датчиков контроля за газованной стене прописано в законодательстве. Может, самое время сейчас пересмотреть этот факт? Задается вопросом архитектор. А между тем, в Новосибирске 10 февраля был днем траура. И уже известно, что Следственный комитет области задержал подозреваемых в ЧП двоих жителей Омска. По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками Межрегионгазсервис, выполняли работы по техобслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома, где прогремел хлопок. Дмитрий Дроздов, День с толком. Всю неделю мы переживаем за жителей Турции, где прошло одно из сильнейших землетрясений за историю страны. Его отголоски в тот же день ощутили в Сочи. Спустя несколько дней подземные толчки зафиксировали в соседнем Кемерове. Сибирь перестает быть сейсмоспокойным регионом. Ежегодно у нас фиксируют десятки небольших подземных толчков. Ближайшие регионы, где это происходит, Новосибирская область и Республика Алтай. Поэтому к строительной сфере сегодня возникают требования повышенной безопасности, особенно если речь идет про высотное строительство, которое сегодня в тренде. Но реально ли оно в Барнауле? Какие факторы нужно учесть при его планировании и к чему быть готовым, когда речь заходит о небоскребах? Эти вопросы на неделе обсуждали участники Международной научно-практической конференции, которая проходила в Барнауле. На ней работали и мои коллеги. До Барнаула доходят подземные толчки. Просто подавляющее большинство из них вы не замечаете. Такова шокирующая на фоне Турции правда. Мощно Алтайский край тряхнула в 2003-м, когда в Республике Алтай произошло сильное землетрясение. Многие до сих пор помнят, как качалась люстра, дрожали стекла, а люди в панике выбегали на улицу. Сейсмоактивный очаг того землетрясения теплится и сегодня, говорят ученые. Участники первой подобной научно-практической конференции на тему высотного строительства. Ведь этот фактор после турецких разрушений резко стал одним из актуальных. Я специально выбрал картинки, которые теоретически могут возникнуть сегодня при расчетном землетрясении на территории Алтайского края. Старые застройки в пределах городской застройки или некачественно построенных домов. Может быть вот такая. Такие последствия. Убивают людей не землетрясение, а здания. Проектировщик Андрей Суртаев уверен, что качественное строительство может предотвратить и масштабное разрушение здания при разных ЧП. Просто все это нужно просчитывать. В формате выступлений ученые из Сибири и Москвы рассказывали про доказавший свою эффективность строительной технологии и материалы. К примеру, декан строительно-технологического факультета политеха Иван Харламов рекомендует применять более легкие материалы. Бутобетон, керамзитобетон. Судя по землетрясению 2003 года, надежны деревянные строения, особенно из лиственницы. Но высотки из дерева не построить, а строить их будут. Общероссийский тренд. Города растут ввысь. В городе, наверное, это слишком большая роскошь будет. Если в городе мы будем застраивать такими одноэтажными домами. Все офисники, все такие государственного значения здания, наверное, имеет смысл все-таки их делать высотными. Когда город уплотняется, экономика начинает по-другому жить. В основном все бармульцы приехали из деревни. Никто не хочет жить в деревне. Все хотят, чтобы рядышком было кафе, магазин. А это возможно только при плотном застройке. Высотным считается общественное здание выше 50 метров или жилое выше 75 метров. Это 25-этажки. Такие объекты в Барнауле есть. В индустриальном районе их больше, чем в центре. Но высотки сейчас нет ни в Барнауле, ни в столице Сибири – Новосибирске. Скоро ситуация должна измениться. На набережной Барнаула возводят две 44-этажные высотки. К ним приковано большое внимание. Они будут первыми в Сибири. На их примере проектировщики и застройщики должны понять, как работать с такими проектами. Высотные строительства все-таки работают башни. Есть особенности – ветровые нагрузки, пульсирующие. И чем проще форма, тем проще проектировать, строить такие здания. По словам участников конференции, возможно, события в Турции приведут к ужесточению требований к сейсмоустойчивости. Зам. директор по науке Алтая-Саянского филиала единой геофизической службы РАН Алексей Яманов считает, что природа подземных толчков носит еще и техногенный характер. В Кемерово, где потряхивало 7 февраля, добывают уголь. В Новосибирске – антрацит. В последнее время все чаще землетрясения начинают обходить город Барнаул с севера. Новосибирская область постоянно испытывает сейсмические воздействия. Причем, вот оказалось, на этой неделе была сейсмическая ситуация в районе Чистоозерки, которая расположена практически на западе Новосибирской области, которая раньше территория считалась не сейсмоопасной. Руководитель департамента комплексной градостроительной безопасности Минстроя России Рустам Акбиев пояснил, что в стране нужно привести к единому показателю оценку сейсмической безопасности домов. Так, фонд реформирования ЖКХ провел оценку домов из разных регионов России, и большинство из них требует усиления или реконструкции. А тем временем Алтайский край занимает четвертое место в Сибири по объемам введенного жилья за 10 лет 8,5 миллионов квадратных метров. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. По итогам международной конференции участники сформировали предложение о том, как объединить усилия администрации регионов, муниципальных образований, СРО, профессионального и экспертного сообщества для того, чтобы реализовать поручения главы государства по расселению жильцов несейсмоустойчивого жилья. Такая задача стоит и перед Алтаем. Почему наш регион в зоне риска и могут ли дома у нас разрушаться, как в Турции? Эти вопросы моя коллега Валентина Аскерова задала столичному эксперту в области градостроительства председателю Координационного совета Евразийской сейсмоассоциации Рустаму Акбиеву. Рустам Таганович, вот сейчас ряд зарубежных ученых прогнозируют после ряда подземных толчков то, что глобально изменится картина мира. Как вы думаете, как к этому относитесь? Правда ли это? Скажу сразу, многим оценкам не стоит верить. Они вероятностны. И когда происходит какой-то прогноз, долгосрочный прогноз, это общеизвестная формулировка, он невозможен. Краткосрочный, да, по совокупности определенных изменений в земле, другие признаки, их очень много, собирают их все время в режиме онлайн, оценивают. Можно спрогнозировать вероятность возникновения где-то какого-то землетрясения. Будет ли землетрясение вокруг после турецкого? Ну, мы должны понимать, что сейчас произошел большой выброс энергии после турецкого землетрясения. И вопрос, на самом деле, очень простой. Там есть еще в связи с движениями дополнительная энергия, которая может выросить, и значит, вероятность высокая. Вот. Но бояться не нужно самих землетрясений. Нужно понимать, что людей убивают не землетрясения, а здания, которые, вот, они более-менее могут быть безопасными или небезопасными. Да. Плавно переходим к зданиям. Насколько прочно они у нас построены? Насколько они сейсмоустойчивые в России? Есть такое понятие. Сейчас есть распоряжение Владимира Владимировича Путина провести оценку сейсмодефицита зданий и сооружений. И бояться... Всего жилищного фонда. Жилищного. В первую очередь, жилищного фонда. Ну, давайте так. Вот, смотрите, был у нас хороший урок. Алтайское землетрясение. Никто сегодня не понимает такую вещь. И аналогии не проводят. А мы вот на вскидку провели аналогию. В Алтае произошло ровно аналогичное землетрясение, которое могло привести к катастрофическим последствиям. Аналогичные магнитуды? Ну, 7,3, например, было на Алтае. Здесь 7,8. Это примерно один класс магнитуд. То есть... Ну, что произошло? Это произошло в городской застройке, где были техногенные какие-то изменения под конкретным изданием. Где была старая застройка, скорее всего, не контролировалась с органами, не проводились какие-то мероприятия. А на Алтае это произошло, во-первых, в безлюдных местах, где деревянная застройка, которая сами по себе немножко более живучая. Ну, вот, например, школы, которые были, они были в отдалении чуть-чуть от эпицентра. Там повреждения были, но они не несли угрозу. Вообще принцип проективный достаточно прост. Мы изначально закладываем, что если произойдет какое-то землетрясение с определенной долей вероятностью, то здание должно получить повреждение. Должно. Но самый главный принцип, чтобы жизни и здоровье у людей не был нанесен урон. А в данной конкретной ситуации эту работу надо проводить. Был урок, была разработана целевая программа Алтайского края. Я лично участвовал в разработке этой программы и по республике Алтай, и по другим регионам. И было заложено как раз провести в первую очередь паспортизацию зданий и сооружений. То есть оценка сейсмодефицита. Его не нужно бояться. Ну, например, получили вы сейсмодефицит здания, а он, естественно, будет здесь сейсмодефицит с учетом фактической картины воздействия. В любом городе будут. В любом городе будут они. Но вопрос другой. Там есть уже шкала такая. Здание даже с дефицитом, оно имеет резерв определенный. Например, запроектированное на 6 баллов, оно имеет резерв на 7 баллов. То есть просто нужно оценить, насколько риск повреждения этого здания будет. И тогда путем наложения вот этой карты застройки на карты опасностей различных, картовых и других, мы получаем картину, где самое больное место и где надо предпринимать места. Жители, в принципе, это как врачи. Когда мы к врачу ходим, мы говорим, нам нужно выявить эту болезнь и начать ее срочно лечить. А могут ли рассчитывать жители в потенциально опасных домах на расселение, на переселение? Как раз распоряжение заключается в том, в прямой сегодня нет методики отнесения сейсмодефицита домов к аварийному застройке. Но этого и не должно быть, потому что аварийное здание, оно уже сейчас, и угроза такая же. А сейсмобезопасность, если оно в событии, либо наступит, или не наступит. Поэтому это как бы разные категории. Но само распоряжение нашего правительства, которое Путин Владимир Владимирович дал ему, оно говорит о том, попробуйте сделать методику, по которой можно было определять здание, которое привести к идентификации объекта. И этот параметр условной аварийности, он станет основой для принятия в программы переселения этих домов. Мы вот сейчас приняли решение, куда обращаться. К сожалению, в администрацию это правильно обращаться, но дело в том, что у них нет компетенции решать эти вопросы. Им обычно помогают специалисты. В свое время мы выступили с инициативой, создали Евразийскую сельсменную ассоциацию. У нее много разных задач, но одна из главных задач, создаем подразделение по территории Российской Федерации и делаем некие колл-центры. Например, вот сейчас по итогам этой конференции принято решение и по подписанию соглашения с ЛГТУ, Алтайским государственным техническим университетом, где есть кафедра строительной конструкции, создать такой колл-центр, куда люди могут обратиться. Или администрация, да. Но главная же задача все-таки администрации давать рекомендации, потому что она может задавать вопросы. Вот, например, в рамках вот этого распоряжения каждый регион представил свою информацию, как он видит у себя плохую застройку. Они представили список зданий. Теперь можно взять этот список, например, и быстро про него решить, которые в первую очередь, которые в вторую очередь. И мы по аналогии тоже можем это сделать. Да, вы можете по аналогии это сделать. Я понимаю, тот вопрос, который я сейчас задам, он, возможно, некорректный, наверняка некорректный, но обыватель, ему так проще, наверное, воспринимать информацию. Вот если, не дай бог, произойдет у нас в Барнауле землетрясение магнитудой 7,5, все ли дома устоят? Ну, в Барнауле магнитудой 7,5 не произойдет, землетрясение произойдет несколько линей же, но в любом случае, с учетом застройки, с учетом того, что может произойти, наверняка, давайте так, повредятся ли здания? Да, повредятся. Много зданий? Да, много. Есть определенные критерии оценки. Но повреждение не есть проблема, потому что это оно решается в рамках ремонтов. Это восстановление, усиление зданий. Проблема, сколько зданий будут разрушения, и какие они будут. Если разрушение, например, фасады, ну, может быть, плохие фасады, это одна проблема, это проблема текущая, то есть происходит во время землетрясения, эвакуации. Если эта проблема более глубокая, то есть несущие конструкции на первом этаже, вот, например, вы в Турции видели здание, что там произошло? Там первый этаж колонны, скорее всего, там был некачественный бетон, или хомутов не хватало, армирование, или еще что-то. И все это, колонна разрушилась. В результате одного разрушения, вроде бы одного элемента, рухнуло все здание. Если бы эта колонна была, например, не несущая, или там где-нибудь на пятом этаже, то это ничего страшного. А она оказалась на первом этаже, поэтому на нее давило целиком здание, и в результате картина вся изменялась, и все пострадали. Ну, и главный вопрос, мы, когда решим с вами вопрос, мы говорим о рисках с вами. То есть это строится карта риска. То есть накладываем застройку, ну, я вам уже, который говорил, риск, это называется повреждение, и на нее накладываем картину расселения населения. Уточняющий вопрос. В России какие самые такие сейсмоопасные регионы? 29 наиболее сейсмоопасных регионов. Они разделены на группы определенные, но там эту методику нужно сейчас чуть-чуть уточнять, менять, потому что она зависит от многих факторов. Ну, три, допустим, три региона. Ну, я вам расскажу, то есть, в принципе, у нас известно, это Дальний Восток, это Сибирь, притом восточная и западная, это Северный Кавказ, это Крым. Алтайский край относится к сейсмически опасным регионам. Здесь должны планироваться, проводиться мероприятия превентивные, градостроительные, и вам бы целесообразно было смотреть на проблему комплексной безопасности с позицией сейсмостойкости. Это только улучшит, как бы сказать, понимание всех остальных проблем. А между тем, спрос на отдых в Турции начал падать. Пока не массово, но бронирования стало меньше. Об этом нашему телеканалу рассказали эксперты туротрасли региона. Подробности далее. Сегодня в Турции могут отдыхать до 45 тысяч россиян. Такие цифры приводит ассоциация туроператоров России. Как сообщают СМИ, мощное землетрясение коснулось и наших соотечественников. Под завалами может находиться российская семья из четырех человек. Если говорить о жертвах, то цифры запредельные. Погибли почти 16 тысяч человек. Популярные курортные зоны землетрясение не затронуло. Кое-где, конечно, были подземные толчки, но они не привели к обрушению домов. Тем не менее, уже известно, что некоторые россияне решили повременить с бронированием. Люди выбирали себе отели, уже планировали отпуск, планировали даты. Сейчас немножко такой спрос упал из-за вот этого фона, который достаточно тяжелый, из-за этого фона соболезнования. В Алтайской ассоциации туризма отмечают, что не только стихийная бедствия – причина низкого спроса на отдых в Турции, но и ряд других причин. В настоящий момент достаточно нестабильная обстановка, и многие планируют, вернее, не могут планировать настолько заблаговременно. То есть сейчас у нас годовщина начала СВО, плюс новости из Турции с землетрясением. Это тоже не подогревает спрос. И, опять же, цены акций раннего бронирования, например, по сравнению с прошлым годом, также значительно, ну, не значительно, но процентов на 15-20 изменились в сторону увеличения. Сейчас уже поговаривают, что некоторые турецкие гостиницы отказываются принимать туристов, так как в размещении нуждаются пострадавшие от землетрясения. Представители Турссферы пояснили, что отказы, если имеют место быть, то лишь для туристов, которые путешествуют самостоятельно. У туроператоров, у которых есть конкретные контракты с отелями, то есть никаких проблем нет, туристов русских размещают. А между тем, по прогнозам некоторых ученых, следующие подземные толчки могут произойти в популярной Анталии, столице Турции – Стамбуле. Но туроператоры успокаивают и говорят, не нужно всю информацию в СМИ принимать за чистую монету. Ведь многие просто нагнетают и без того сложную ситуацию. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Алтайский край оказался на последних строчках рейтинга по объему вкладов населения. Официальную статистику приводит российское информагентство. В ней наш регион расположился на 69-й строчке среди 85 субъектов России. Данные по новым территориям, присоединенным в ходе СВО, пока не указаны, поэтому в рейтинге они не фигурируют. Так, по объему вкладов населения Алтайский край расположился между Астраханской областью и Хакасией. У среднестатистического жителя нашего региона на вкладе в банки хранится чуть больше 112 тысяч рублей. Это на 9% больше, чем в позапрошлом году, и в 4 с лишним раза больше, чем уровень средней зарплаты по краю. Соседняя республика Алтай заняла в рейтинге 78-е место, а замыкает список республика Ингушетия. Здесь у жителя на вкладе в банке лежит в среднем всего чуть больше 13,5 тысяч рублей. Это в 77 раз меньше, чем средний вклад у москвичей. Он превышает миллион рублей. Отметим, средний размер вклада в нашем регионе меньше столичного в 9 раз. А вот госпредприятие Кучуксульфат не оставляет попыток купить дорогостоящий внедорожник. Правда, теперь уже не за 16 миллионов рублей, как планировалось изначально, а за 9. Напомним, в прошлом году на фоне общественного резонанса был отменен тендер на закупку автомобиля. Сейчас на портале госзакупок появилась новая заявка. Из техзадания следует, что у машины должен быть премиум-пакет, определенный двигатель и цвет черный. Более того, внедорожник должен быть обеспечен системой контроля усталости водителя и многими другими опциями. Стоимость автомобиля по аукциону не должна превышать 9 миллионов 197 тысяч рублей. Однако общественники и такие траты госпредприятия считают нецелесообразными. «Есть пределы лимитов сейчас, которые есть на уровне федеральных ведомств. Это 5 миллионов. Ну, с учетом общей стоимости подорожившей автомобилей, даже в этом диапазоне, наверное, можно было бы заказать эту же модель в более бюджетном варианте, рассмотрев как бы формат, если уж есть средства, направление их на более значимые цели, которые явно есть. В отношении дубобеспечения нашим ребятам помочь и в рамках сборов, и региональных сборов. Ну, и семьи есть в Благовещенском районе, которым тоже эта поддержка не помешала бы». Итоги закупок планируют подвести 20 февраля. Бюро расследования Народного фронта направило обращение к государственному заказчику, чтобы оценить целесообразность подобных трат. Формальных нарушений в закупке нет, но вот с моральной точки зрения все неоднозначно, отмечают общественники. На этой неделе свой праздник отмечала российская наука. Нашему краю в этом смысле есть чем гордиться. Так, в регионе хотят запустить производство студенческих разработок в области агротехнологий. Будущие инженеры-конструкторы спроектировали и уже испытывают несколько устройств. С их помощью станет проще ухаживать за садами и плодопитомниками. Накануне Дня российской науки депутат Госдумы Александр Прокопьев встретился с преподавателями и студентами Алтайского технического вуза и оценил их перспективные и важные исследовательские и практические работы. Большая часть разработок конструкторского бюро при вузе – образцы сельхозтехники. Вот, например, машина, которая обрабатывает почву между деревьями и кустарниками. Она на ручном управлении. Никита Раззамазов под направлением руководителя студенческого конструкторского бюро Сергея Сороченко и других техников участвовал в создании прототипа машины. Испытать в полевых условиях предстоит уже модернизировать. Осталось лишь закончить ее сборку. Управление идет дистанционно. В нашей конструкции предусмотрено наличие джойстика. Он содержит возможность перемещения влево-вправо, как раз для перемещения модуля влево-вправо, соответственно. И также кнопку для сведения и разведения рабочих органов. Молодые техники сегодня не только воплощают авторские разработки с нуля, но и с помощью 3D-сканера создают дефицитные импортные запчасти. К примеру, вот этот изолятор для высоковольтных электрокабелей взамен лопнувшей немецкой детали. Нам передали образец, то есть оригинал. Мы, соответственно, его с помощью ручного лазерного сканера отсканировали, то есть получили его трехмерную модель. Дальше, соответственно, по скану восстановили. Все оригинальные разработки патентуют. Предприятия-партнеры, их более десятка, помогают изобретениям будущих инженеров выйти на рынок. У нас все эти крупные предприятия, алмаз и так далее, они все-таки нацелены на то, что это огромные сейлки, веемки и так далее. А вот эта малая механизация, они просто не занимаются, ее нет. Поэтому ниша-то она свободная, и вот в этом-то и интересно. Современные разработки, а также возможность перспективной молодежи реализовывать свой потенциал в родном регионе оценил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Ребята здесь в стенах университета получают опыт исследовательской работы, их идеи и предложения сразу попадают в производство. И таким образом ребята, по сути, включаются в актуальную повестку решения тех задач, которые актуальны сегодня для нашей промышленности, для нашей страны в целом. Кстати, многие молодые ученые по своим разработкам защищают кандидатскую работу в аспирантуре и обучение продолжают в техническом вузе. Ведь здесь есть все для этого – грамотные наставники и собственное студенческое конструкторское бюро. Елена Кузовкина, Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Брачных агентств в регионе становится меньше. Так, в Барнауле остались две такие организации, в то время как еще 10 лет назад в городе их насчитывалось несколько десятков. В преддверии Международного дня брачных агентств 12 февраля наша съемочная группа постаралась понять, удалось ли выстоять таким фирмам под натиском онлайн-приложений для знакомств и как влияет на любовь политика. Найти любовь онлайн сегодня несложно. Для этого есть большое количество сайтов и приложений для знакомств. Но сотрудники, как считают многие из старомодных брачных агентств, не унывают. Интернетные знакомства – им не конкуренция, скорее наоборот. Разочаровавшись в самостоятельном поиске партнеров в сети, люди приходят к помощи агентов. Что мы видим на сайтах знакомств? Там очень много разноплановых людей с разными целями. И ту информацию, которую мы там видим, она зачастую недостоверна. И общаясь с кем-то, во-первых, это общение, оно трансформирует. То есть мы не понимаем, правда ли это, кто с нами общается. И когда мы доходим до встречи, получается, что это совершенно другой человек. В каталоге брачного агентства анкеты мужчин и женщин от 27 до 82 лет. Своих клиентов, уверяют здесь, знают в лицо и ручаются за каждого. Мол, сюда приходят те, кто ценит свое время и твердо намерен создать семью. У одного из брачных агентств таких клиентов сегодня около 500. Во второе международное обращается больше людей. Обе организации находятся в одном кабинете. Соседство помогает оставаться на плаву. Это наши девушки, которые знакомятся с мужчинами-иностранцами. А наоборот не бывает? Ну, в целом бывает, но в нашей практике это как бы не развито. Больше всего пар у нас с французами. С французами и, наверное, с мужчинами из Азии. И вот в последние несколько лет Южная Корея и Япония очень, так скажем, активизировались. И, в принципе, девушки наши тоже стали к ним проявлять интерес. На фоне происходящих мировых событий, рассказывает руководитель агентства, знакомиться с иностранцами меньше не стали. Но в отдельных случаях уже сложившиеся отношения не выдерживают политического накала. Так, союз француза и русской распался из-за разности взглядов. Кроме того, проблем в любви добавили трудности с перелетами и сроками оформления документов, тех же виз. Однако русские красавицы, говорят, в агентстве продолжают искать заграничных принцев и пользоваться у них повышенным спросом. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком. На этой неделе в Барнаульском роддоме прошла необычная выписка под прицелом камеры с участием журналистов. Речь идет о семье Поповых, которые, планируя детей, даже не ожидали, что станут известными на весь край. Подробнее в сюжете. Планировали первенца, получили тройню. Александру, Ксению и Екатерину везут на первую встречу со своей большой семьей. Наконец-то пришел День выписки. Этого события все родственники ждали два месяца. Тройняшки – первые дети в семье Поповых. Правда, вот появились малышки на свет раньше срока, поэтому в больнице им пришлось провести чуть больше времени, а именно два месяца. Родились девочки 4 декабря. Сейчас у сестер отличное состояние. Теперь уже многодетные мамы и папа тоже приходят в себя. Сегодня большая семья уезжает домой, в Олейск. Да еще непонятные чувства. Просто домой уже охотно. Супругу давно не видел. Ощущения прекрасные. Я домой еду. Когда только получили результаты УЗИ, когда узнали, что востроение? Шок был немножко на пару дней. Потом радость. Но осмысление, наверное, пришло уже позже, когда уже появился живот, когда начала понимать, что вот-вот скоро роды. Кстати, такое тройное счастье – достаточно редкое явление в Алтайском крае. Например, Саша, Ксюша и Катя стали единственной тройней в 2022 году. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Дейстолка. И в завершение. Накануне в Барнауле начали разбирать новогодний снежный городок на Молотобольской. С пешеходного участка улицы скоро уберут горки и ледовые фигуры. На хранение до следующего года отправят и праздничную ель. Так что, если вы еще хотите окунуться в атмосферу праздника, самое время сделать это сейчас. Полностью новогодний городок, сообщают городские власти, разберут 17 февраля. А у меня на этом все новости. Такой запомнится уходящая неделя. А в предстоящих пусть не будет никаких катаклизмов. Спасибо всем, кто нас смотрит. И напоминаю, телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд. О погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова